Денег нет, но вы держитесь. Кажется, таким прицеп руководствуются те, кто стоит у руля Ульяновского автомобильного завода. Проблема с сокращениями работников не утихает. В начале февраля, по нашим данным, работу потеряли более 700 специалистов. Почти такое же количество на сегодняшний день находится в зоне риска. Уже прошло несколько волнений и сокращений, а я являюсь депутатом частичного округа, который находится рядом с автоуазом. Поэтому я сегодня заинтересована, чтобы как можно больше людей смогли защитить свои права на труд. И в случае, если они уже уволены, либо помочь с трудоустройством, либо переобучить их. Как еще себя обезопасить в случае предстоящего сокращения и отставить свои права? В этих вопросах помогают разобраться активисты регионального отделения партии «Единая Россия». Людям оказывается юридическая помощь и раздаются специальные брошюры. В буклетах подробно описывается, как и при каких условиях работодатель имеет право уволить работника, а в каких ситуациях действует незаконно. Есть и подсказка для первых шагов при создании собственного дела. Помощь также оказывают юристы, депутаты в правозащитном центре отделения партии. Консультацию можно получить и по телефону горячей линии 8 842-258-0008. «Позиция партии, я думаю, она совпадает с позиции нас, депутатов. Конечно, я категорически против каких-либо сокращений, потому что целые династии сегодня работают на этом градообразующем предприятии. И представляете, что будет с этими семьями, если они останутся без средств к существованию». Что-либо комментировать на камеру люди отказываются один за другим. Понять их можно. Те, кто продолжает трудиться на заводе, боятся за свое место. А те, кого уволили, все реже проходят по подземному переходу возле предприятия. Вне объектива работники завода больше всего показывают на блок информации о соцподдержке в брошюре. А по поводу ситуации атмосферы на самом предприятии выражаются неоднозначно. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова